Контейнеры с отходами невозможно. Извели вынести какие-нибудь радиоактивные отходы, это невозможно, да, и бессмысленно затея для жизни, это нехорошо. Налажено и взаимодействие с гражданским персоналом станции. Специалисты цеха радиационной безопасности АЭС вместе с военными ведут дозиметрический контроль. Михаил Федотов, Вести в субботу, Чернобыльская АЭС. В Кабмине Украины узаконили конфискацию имущества в интересах вооруженных сил. В первую очередь речь идет о транспорции. Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещука. А ранее глава украинского МВД Денис Монастырский сообщил, что в Киеве всем желающим раздали 25 тысяч автоматов и 10 миллионов патронов и гранат. По словам министра, таким образом в помощь полиции укрепляют группы территориальной обороны. О том, к чему уже привела раздача оружия, расскажет Мария Валиева. Смотри, тут еще происходит на оболоне. Оружие в Киеве раздают всем, кому только можно. Документы ни у кого не спрашивают. Из желающих взять автомат в руки выстраиваются огромные очереди. Приходите, мы вас будем всех встречать. Даже без секунд нет, приходите. Раздать удалось более 20 тысяч автоматов, по данным СМИ. В результате одни начали грабить супермаркеты, другие просто, видимо, от радости стреляют в воздух, а третьи решили свести счеты со своими давними обидчиками. Матвей, зайди домой. Оружие разрешили выдавать даже заключенным. Ящики с автоматами пустят быстро. В разных районах Киева идут перестрелки. Как и во многих других украинских городах. Вот кадры из Харькова. Витрины разбиты, все товары из палатки валяются на земле. Вы знаете, как это было в гражданскую войну на Украине? Днем мирный пахарь, а ночью бандит. Вот примерно для этого, я уверен, многие берут оружие, чтобы припрятать его, а использовать, когда будет необходимо. Совершенно там, большинство там не собираются никого защищать. Отсутствие контроля со стороны полиции и вооруженных сил, и как результат отмечают местные криминальные обстановки, в городах с каждым днем все хуже. Люди стараются лишний раз не покидать свои дома. Вот им, проезжено. Особо предприимчивые обладатели оружия решили даже бизнес организовать во время хаоса. Продают его на разных сайтах. Вот одно из объявлений. Автомат АК-74 предлагают приобрести за 50 тысяч гривен. Периодически в сеть выкладывают и видео, как ставят метки на жилых домах. На крышах рисуют красные и белые кресты. Кто-то что-то рисует белыми красками, два мужика, какие-то парни. В качестве провокации ВСУ может, как это показывала практика во многих западных странах, в Сирии, если вы помните про якобы химические атаки. То есть вполне вероятно, что по этой метке будет нанесен выстрел, в том числе ВСУ. А впоследствии во всех СМИ это будет сказано, что это сделали войска российские. Появляется на многоэтажках и флуоресцентный свет. Это тоже заставляет паниковать мирных жителей. Сотрудники полиции и СБУ ловят каждого, кто кажется им подозрительным. Охота на ведьм набирает обороты. Главное желание поймать диверсантов и мародеров. По факту задерживают своих. Открой куртку, пожалуйста. Понимаете? Пожалуйста. На ноги отказал. Открой куртку, пожалуйста. Мы отстреливались. За нами ехала черная шкода без номеров. Мы потом лепили. Снимай, пожалуйста. Я ранен. Я не вручу. Я ранен. Ранен. Мужчина, что-то выжили с чего? Что-то выжили с чего? Что-то выжили с чего? Выживай с чего? Ну вызывай, пожалуйста. Я сотрудник. У меня ничего нет. Я сотрудник из БУ. Удалось украинским военным и взять целую группу якобы диверсантов под Никополем. Всех быстро положили на землю и лицом вниз. А чуть позже обнаружили у них малюки. Украинские автоматы. Мария Лалиева и Анна Погонина. Вести. Скидки до 60% на продукты к весенним праздникам на Сбермаркете. Заказывайте. Кэшбэк на все. И на это. И на это. И на это. И на то. И на то, о чем нуждаешь. И на то, к чем привык. И на многое другое. Всегда, везде и везде. Карта Райфайзенбанка. Кэшбэк на все. Без условий. И ограничений. Так классно вас наконец видеть. Дорогой, я тут. Уже вы подключились? Оу. А я думал, мы онлайн встречаемся. Сам не свой? Нет. Да ты, наверное, голоден. И торвози. Сникерсни. Добро пожаловать на Маркет Теле 2. Здесь абоненты продают и покупают минуты и гигабайты интернета. Теперь каждый купленный гигабайт ждет вдвоение на цена. Остается без изменений. Вы покупаете, мы удваиваем. Новый макчикен острый. Макчикен премьер острый. Сочный. С острым соусом. Горячие новинки в Макдоналдс. Эксперты в курице рекомендуют. Картно. 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 Эксперты в курице. Эльдорадо. 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 СМР отказывалось передавать Киеву летальное оружие. Теперь же Амстердам отправит 400 единиц противотанкового оружия. Эльдорадо. Даже 2 рыбки на Киев посевные Соединенные Штаты. Ответ Вашингтона не заставил себя ждать. И госсепертаж США Интони Блинкен поручил выделить до 350 миллионов долларов. Обратакую граб Whoops и грабель. Аμαтянин и зρηциальной и безвозмездной военной помощи Украине. Таким образом, страна за последнее время получила от США вооружений больше, чем на миллиард долларов. Востолька исчисляется объем американской поддержки. При этом с Англой, в России, в России, штаты не собираются, а вместо этого будет... ...санглой, штаты не собираются, а вместо этого будет... ...санглой, штаты не собираются, а вместо этого будет... ...начать третью мировую войну и физически отправиться на войну с Россией, либо гарантировать, что страна, которая столь серьезно нарушает международное право, заплатит цену за то, что делает это. Россия заплатит серьезную цену за это в ближнесрочной и долгосрочной перспективе в особенности. Книги оборудована, что не будет... ...вменьшим нарушения в России. Уменьшим поставки военного снаряжения Киеву обещает и Франция, сообщает в Минсейском вакце. Книги оборудованы, что не оборудованы, а в безопасности посвящены ситуации в Украине. Это же вопросов с СССР. ...все умирают все уйти. ...все умирают все умирают все умирают. Китай считает, что безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть гарантирована за счет усиления или даже расширения военных блоков. Следует уважать законные интересы безопасности всех стран. В контексте пяти раундов расширения НАТО на восток, законные требования России в отношении безопасности следует воспринимать серьезно и должным образом решать. Нельзя допускать попытки НАТО угрожать России. Такого мнения придерживаются в МИДе Венесуэлы. История страны Денгрия Республики назвал Североатлантический Абьянс анохроничным блоком, который не выполнил задачи по обеспечению спокойствия в мире. Мы осуждаем безответственность НАТО по отношению к России, безответственность правительств, входящих в ее состав, настойчиво преследующих и осаждающих Москву под предлогом обеспечения спокойствия и счастья в регионе. Этого не происходит. Это приводит нас к тревожной, ужасной текущей ситуации. Страны Запада, между тем, выбрали тактику нагнетания обстановки, продолжая вооружать Украину. Джо Батин, по данным СМИ, перед тем, как отправиться в краткосрочный отбор, получил бы 36 миллионов долларов на поддержку Украины. Ваши главы на этой сумме военный товарищ. Вооружение, в том числе около 9 миллионов долларов, направит Киеву-Чехию. А на земле пошли в 200 верностных зенитных ракетах. А против Киеву-Чехия продолжает раскручиваться в полном этаже. Однако Россия в долгу не останется. В частности, контрмеры, как пишет немецкая Дивель, ударят по Германии. Издание отмечает, в большинстве случаев санкции не приводили к достижению желаемых целей. В таком же ключе выступает и британская Гардиан. В течение 10 лет Кремль тщательно сокращал внутренний долг государственного частного сектора и давал Центральному банку время для создания резерва иностранных активов, достаточно крупного, чтобы укрепить финансы страны на месяцы, если не на годы. Это означает, что санкции, введенные за последние пару дней ЕС, США, Великобритании, Японии и Канадой, вряд ли окажут существенное влияние на российскую экономику или ее финансовую стабильность. О том, что французский бизнес ждут непростые времена, заявил Эммануэль Макрон и призвал сельскохозяйственный сектор готовиться к последствиям. Тем не менее, санкционная истерия продолжается. Воздушное пространство для российских самолетов закрывают Эстония, Литва и Латвия. А в проливе Ла-Манш задержали российское судно, которое перевозило автомобили и имело разрешение на прохождение во французских водах. По данным СМИ, сухогруз мог попасть под американские санкции. Агент прокуратуры Чехии и вовсе пригрозила уголовным преследованием за публичную поддержку российской операции. Свобода выражения мнений конституционно закреплена в статье 17 Харти основных прав и свобод. Каждый человек имеет право выражать свое мнение так, как он считает нужным. Но и свобода слова имеет свои пределы в демократическом правовом государстве. Впрочем, пределы свободы слова чешские журналисты ощутили на себе во время попытки снять сюжет во Львовской области. Съемочную группу задержали по подозрению в шпионаже. Похоже, убедить в своих честных намерениях украинских правоохранителей репортеры так и не смогли. Вскоре после первого задержания их снова остановили, и группе пришлось покинуть территорию незалежной. Ну а на самом Западе давно развернута кампания против российских СМИ. Европейская федерация журналистов потребовала запретить трансляции Арти во всех странах ЕС. В Австралии уже приостановили вещание канала. При этом сами западные медиа не гнушаются фейками. Так, на одном из испанских телеканалов под видом военных действий на Украине показали эпизод компьютерной игры, выдав это за реальный воздушный бой. А в соцсетях распространяют кадры с якобы расстрелом мирных граждан. Хотя на самом деле на видеосъемке программы о событиях Второй мировой. В кадре четко виден танк БТ-7, выпускавшийся в 30-х годах прошлого века. Более взвешенную позицию демонстрируют латиноамериканские страны. Как пишет пресса, власти Аргентины не рассматривают возможность введения санкций против России. Кроме того, сразу пять стран отказались подписывать заявление организации американских государств по осуждению российской операции. А это Аргентина, Бразилия, Боливия, Сальвадор и Уругвай. Екатерина Шамаева, Вести. Аргентина Шамаева, Вести. Все это происходит на фоне яростной санкционной риторики Запада. Абрамовича обвиняют в связях с российскими властями. Однако из-за ситуации в Украине никаких ограничений в отношении владельца Челси официально пока не принято. Тем не менее, МИД Британии пообещал вводить санкции против бизнесменов из России. Цитата. Каждые несколько недель. Каждый инстаграм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Вы знаете, это очень большая ответственность, как в общем-то и другие ответственности на других постах. Все зависит от того, насколько хорошо вы делаете свое дело. В армии намного было проще, потому что любая проблема в армии, вы ее, так сказать, подталкивали на более высокий уровень. Это не требовало от вас какого-то решения. А здесь вы являетесь последней инстанцией ответственности. В этом положении вы не можете перекинуть свои обязанности на кого-нибудь другого, потому что ваша страна и ваши люди на ваших плечах. И Ордания – конституционная монархия. Согласно конституции, король Ордания является главой государства, является главнокомандующим вооруженными силами страны, назначает премьер-министра, членов Верхней Палаты, Сената, а также членов Конституционного Суда. Объявляет войну, заключает мир и ратифицирует договоры. С первых дней правления Абдала II проявил себя реформатором и в социальной, и в экономической сфере. Много внимания уделял развитию прогрессивных технологий и образования. Были осуществлены и политические реформы, главным слоганом которых стали слова «И Ордания превыше всего». Важно было консолидировать общество. Здесь, в этом зале, портрет вашего великого отца, короля Хусейна. Я понимаю, что он вас готовил к вхождению на престол. Говорили какие-то важные слова, которые стали для вас уроками на всю жизнь. Мой отец, мне надо отдать ему должное, ведь я не знал, каким человеком буду на его месте. Я думаю, что в какой-то степени он сделал мою жизнь сложнее. Я был молодым офицером британской армии, и я начал службу в 18 лет. И в моей военной карьере были и взлеты, и падения. Он никогда не вмешивался, чтобы мне помочь. Он хотел, чтобы я прошел этот злотный путь. И я помню, в последние полгода своей жизни он говорил, что иногда был плохим отцом, и должен был вмешаться. Это был очень эмоциональный манерок. И я сказал им тогда, что возможно, в манерке, когда я как-то был расстроен, что отца нет рядом. Но сейчас я понимаю, что вмешался он тогда. И я думаю, что он сделал те уроки, и не стал бы тем человеком, который живет сейчас. Абдалла II последователям своей миротворческой деятельности. Он следует заветам великого отца, короля Хусейна. С трибуны уронной 70-й сессии Генассамблеи король Иордании призвал к диалогу цивилизацией и возрождению общности мировых религий. Он убежден, поддержка общечеловеческих ценностей поможет в борьбе с экстремизмом и терроризмом. Вот какие-то конкретные шаги в Рештайке могут соединять в Иордании, России и другие страны, чтобы вот это звездо религия было скромено, чтобы на этом сегодняшнем особом спокойном регионе, как Нижний Восток, был все-таки установлен мир и спокойствие. Это вызов не только для России или Иордании, или для любой другой страны. Это явление глобального порядка, где все граждане, граждане и умеют находятся в одной стороне в борьбе с этими варварами, ничего общего не имеющимися формы. Но не нужно в этом году думать только о Сирии, о смежнующем озаботиться с происходящим в Африке. Необходим комплексный подход, чтобы воздвинуть преграды на пути этих сил, где бы они ни находились. Сегодня граждане находятся по понятным и объясненным причинам в крайне сложных ситуациях. При этом, если посмотреть на кампус, то и отдание практически ворота Ближного Востока. И события Сирии, Иракии не могли не отразиться в нашей ситуации.